Начнем с одной из главных тем. В наших выпусках мы не раз рассказывали о том, как идет частичная мобилизация в Тверской области. Сотни граждан прибывают на специальные пункты, где с ними ведется необходимая работа перед отправкой в зону СВО. На этот раз с мобилизованными пообщались представители общества знания, боевого братства, волонтеры. Разговор проходил на площади перед Дворцом спорта, в котором, как известно, размещены призванные в ряды вооруженных сил. Такие встречи проходят в Твери на регулярной основе. К защитникам Отечества приезжают ветераны, политики, общественники, артисты. На этот раз в разговоре приняли участие депутат Госдумы Юлия Саранова, член регионального объединения организации боевого братства Рамазан Мусаев, профессор финансового университета при правительстве России Дмитрий Винник. Последний рассказал, что спецоперация стала вынужденной необходимостью, так как Украина планировала нападение. Уже саперные предпределения готовились снимать минные поля. Они уже заслали диверсионно-разведывательную группу, одна из них, которая, кстати, была уничтожена в составе НУБФБ в Ростовской области. И то количество диверсионных акций, которыми последнее имело место в Крыму, оно как раз обусловлено тем, что туда было заслано большое количество ДРГ. Таким образом, вооруженные силы России и Донбасса опередили украинских радикалов буквально на несколько дней, отметил Дмитрий Винник. Представляющая Тверскую область в Госдуме Юлия Саранова выразила мобилизованным искреннюю благодарность за то, что они не стали позорно прятаться в соседних государствах, а встали на защиту своей Родины. И по всей нашей стране огромное количество общественников готово оказывать им максимальную помощь. Это не один человек, не десять и даже не сотни. Это тысячи людей, которые объединились уже сейчас для того, чтобы эту помощь оказывать. И я вам хочу пообещать, что мы будем продолжать это делать столько, сколько необходимо в тех объемах, задачах, в которых это требуется. Напомним, что Верхний Волжий стал одним из центров, куда пребывают граждане, призванные в вооруженные силы в рамках частичной мобилизации. Как на самих сборных пунктах, так и на полигонах они проходят обучение по огневой тактической подготовке, оказанию первой медицинской помощи, получая все необходимые знания, которые пригодятся им в зоне специальной военной операции. Продолжение следует...